что такое мысли размышления по савельеву но это собственно 21-23 странице книги изменчивость и гениальность там популярно объяснено даже со схемами с некоторыми ну вообще мысль в целом это мысль появляется когда происходит рост энергопотребление в том или ином отделе ассоциативных центров мозга когда происходит синаптогенез и когда в силу прохождения сигнала до по синаптическим каналам вот собственно возрастает энергопотребление то есть в процессе синаптогенеза у нас рождаются некие новые мысли в процессе прохождения сигнала по связям уже устоявшимся и уже наличествующим на том моменте мы возвращаемся к старым мыслям и процесс мышления он не отделим от процесса памяти дает памяти как таковой потому что когда мы рассуждаем о чем-то думаем о чем-то мы не выдумываем каждый раз какие-то новые способы да и новые формы значит слов и прочее а мы используем то какие-то уже элементы того что у нас уже существует в памяти да то есть наличествует то есть когда я говорю допустим сон сегодня солнце светит до имея я уже использую какие-то готовые конструкции да то есть уже у меня есть циркуляция сигнала между значит нейронами и уже есть готовые понятия солнце светить и сегодня да то есть сегодняшний день и таким образом связи которые идут от участков нейронной сети отвечающие за эти понятия с когда сигнал циркулирует по ним то я могу вот сформировать такую конструкцию соответственно новые мысли до что-то совсем предельно оригинальное она рождается в процессе уже синаптогенеза когда между нейронами образуются новые синаптические связи да таким образом могут возникнуть какие-то новые оригинальные мысли у нас причем вот этот процесс образования синаптических связей он в общем нами не контролируем и раз в несколько дней происходит ну то есть образование новых связей и разрушение старых происходит в общем непрерывно в нашем мозгу но раз в несколько дней происходит вот такой некий взрыв когда образуются сразу очень много этих синаптических связей и здесь все зависит от того чем вы в этот момент занимаетесь да то есть если вы упорно и большую часть своего времени бодрствования посвящаете допустим какой-то научной деятельности то статистически возможность того что у вас вот этот всплеск синаптогенеза произойдет именно в момент когда вы образу занимаетесь научной деятельностью у вас таким образом именно в процессе этой деятельности возникнут какие-то новые интересные идеи вот он выше да соответственно если вы занимаетесь праздностью до какой-то смотрите там не знаю телевизор то в общем скорее всего у вас в этот момент произойдет значит ну то есть это не творческая деятельность на и таким образом скорее всего не принесет никаких плодов вот и ну обычно как правило люди далекие от науки называют это вот каким-то озарением получением какого-то такого инсайда или откровения или это может быть приснится вам как вот допустим менделеева приснилось его таблица периодических элементов на то есть он конечно очень долго работал над решением этой проблемы думал и вот во сне у него как-то вот произошел вот этот всплеск синаптогенеза у него все это значит сгруппировалась так как надо возникли нужные связи синаптические он когда проснулся он вот как бы запомнил эту идею и ее потом сумел как-то выразить сформулировать то есть это вот так работает я не знаю чем это вот можно сравнить из известных нам вещей так чтобы вот вам было понятно да то есть но можно сравнить это например с такой сложной транспортной развязкой где-нибудь в метро или вот в железнодорожном транспорте где вот ездят какие-то вагоны по рельсам наполненные людьми да то есть люди это в данном случае нейромедиаторы рельсы это те пути по которым движется эти по по поезда это соответственно синаптические связи поезд это момент прохождения сигнала а крупные транспортные развязки это нейроны и таким образом строители строит новые железные дороги опять-таки старые невостребованные железные дороги они постепенно порастают бурьяном и приходят в негодность и вместе с тем еще есть момент переключения стрелок когда происходит соединение между собой разных транспортных развязок и соответственно поезд он может попасть из одной точки в другую да и таким образом вот этот человек до совокупность людей то есть в данном случае аналогия на нейромедиаторы они могут вот проникнуть попасть из одной транспортной развязки в другую да и перманентно вот это вот происходит вот это движение такая некая мишенерия эти крупные транспортные узлы постоянно люди садятся в поезда выходят из поездов постоянно эти поезда движутся постоянно переключаются стрелки из одного направления в другое постоянно формируются некие новые транспортные развязки то есть вот процесс мышления он конечно невыразимо сложнее чем то как я это сейчас описал но для того чтобы как-то вот его вам описать понятных категориях он вот так выглядит на уровне чисто физиологическом